Каждый год Пирожная гора в Красноармейске становится местом встречи спортсменов со всего округа. Здесь проводятся открытые соревнования по спортивному туризму «Золотая осень». Традиционно городское первенство завершает туристический сезон. Соревнования включают в себя три направления. Технику пешеходного туризма провели заранее на территории детско-юношеского центра «Радость». На второй день остались спортивное ориентирование и водная дистанция. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А тут еще байдарки, кайки. Это очень интересно. Кто садится по осени, они потом всю жизнь ходят, занимаются этими байдарками. Соревнования на водной дистанции проводились на кайках и байдарках. Каждый экипаж выполнял по два заезда. Зачет был по лучшему результату. За прохождением внимательно следили судьи и выписывали штрафы, если были нарушения. «Самый веселый участок, интересный – это змейка, как правило. Это прямые ворота. Четвертые, пятые, шестые. Это самый интересный участок». «Здорово. И главное, наверное, не задеть веслом и аккуратненько это все пройти. Да, на скорость нужно пройти и, естественно, стараться не задевать». Прохождение ворот нужно для того, чтобы ребята учились управлять судами. Уверенно плыли не только по течению, но и против. «Эта трасса похожа на ту, которая была в прошлом году, но здесь небольшая сложность в начале. Там надо пройти реку прямо по диагонали. Течение сносит тебя вниз, а против течения боком идти тяжело, потому что у тебя есть инерция прямо вниз по течению». Участники были разделены на две возрастные группы – до 17 лет и старше. Каждый год воспитанники «Крошка. Юный турист» детско-юношеского центра «Радость» приходят на эти соревнования, чтобы увидеть свой прогресс. «Я стал более маневренно проходить ворота, более стал корректно управлять кораблем, но и силы прибавилось». После вводной дистанции всех ждало спортивное ориентирование. Участникам подготовили несколько маршрутов разной сложности. Главная задача – верно отметиться на контрольных пунктах и сделать это быстро. В этом году спортсмены ориентировались в лесу в районе СНТ Заречье. «В этом году мы решили провести на новой карте, которая уже, конечно, не совсем новая. Она изготовлена в 2019-2020 году. В 2021-м здесь был чемпионат Москвы. У нас тут было много гостей. Ну и карта такая больше похожа на настоящий лес». Участникам нужно было проявить отличное умение ориентироваться на местности, потому что сложные контрольные пункты находились прямо в чаще леса. Порядка 40 человек решили попробовать свои силы. Среди них и ученики школ. «Мы сегодня пришли впервые. Мы хотим поучиться. Вообще мы пришли от центра образования номер один города Красноармейска. У нас в школе создан туристический клуб, который называется «Вездеход». И вот мы вышли в первый обучающий поход». Эти ребята пошли в группах с преподавателями. Участие принять мог любой желающий, независимо от степени подготовки. Ориентироваться пришли целыми семьями. «Вот мы сейчас как раз пытаемся найти эту первую точку, куда идти. Мы сейчас ориентируем карту по сторонам света. С северу карта наверху. На север показывает красная стрелка. Если красная стрелка совпадает с линиями карты, то тут нанесены магнитные градианы. Значит, у нас карта расположена так же, как местность». Туристический клуб «Глобус» с силами единомышленников организует эти соревнования. Одним из его основателей был Анатолий Яжук. Его жена пришла на первенство, чтобы посмотреть, как же выглядит туризм сейчас. «Соревнования проводятся в лесу. Очень хороший день. Вот призмы развешаны, их четко видно. Поэтому я думаю, что детям это понравится. И во всяком случае будет полезно». Мария Лихобавенко, Владимир Овсянников, Евгения Коломиц. Новости Большого округа.